Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня в видео покажу вам довольно интересный гаджет. Это у нас светодиодная лента, вроде бы обычная, но ее дополняет очень интересное устройство. Это у нас датчик движения, также устройство тайминга и включение-выключение постоянного свечения с режимами дневным и ночным. Сама лента 5-ти вольтовая, обычная, полностью водозащищенная, покрыта силиконовым. В метре у нас 60 светодиодов. Светодиоды маркировки SMD3528, обычные. Можно выбирать холодное свечение, теплое свечение. Также можно покупать данную ленту, начиная от 1 метра, заканчивая 4 метрами. По самой ленте давайте я ее распакую полностью и продолжим по датчику. Лента в моем случае здесь 2 метра. На 3М скотче. Можно приклеить где-нибудь на пороге, на принтусе, или под ванной, или еще где-либо. Даже в том же самом гараже или прихожке. Данный датчик освещенности также можно приклеить куда-либо на стенку. Как вам удобно, чтобы он был в таком положении или в таком положении, в постоянном. Угол обзорности самого датчика движения 140 градусов и дальность срабатывания от 2 до 5 метров. В принципе, в простой квартире или даже доме этого вполне достаточно. Работает данный гаджет на 4 простых пальчиковых батарейках формата 3А. Крышка полностью не снимается, защелкивается. Есть таймер от 15 до 5 минут. Это значит, что если вы, например, подключаете саму ленту, завели таймер на 15 секунд, датчик вас увидел, лента загорелась, 15 секунд, лента потухла. Также можно вывести на минуту, 2, 4, 5 минут, 30 секунд, 5 минут самое максимальное. Если датчик ваш заметил, то лента будет светить в районе 5 минут до полного выключения. Также можно включить активировать просто кнопкой, она загорается красным цветом, будет гореть постоянно данная лента. Давайте подключим сразу. Вот так у нас светит сама лента. В принципе, такое фоновое освещение дополнительное, как ночник, вполне достаточно. Также у данного пульта есть два режима, ночной и дневной. Ночной используется в том случае, если, например, ночью вы встали в тот же самый туалет или просто пойти в кухню, в холодильник поесть, чтобы до него дойти, где-нибудь помимо в коридоре. По истечению данного таймера он гаснет и больше он не загорится. Один раз ночной режим срабатывает. Если переключить в дневной, то датчик будет срабатывать постоянно. Выключился, попал объект под датчик, он включился. Итак, давайте теперь проверим, стоит таймер на минималке. 15 секунд. Давайте уберем датчик, чтобы он нас не видел и ждем 15 секунд, пока он... Ну, я немножко здесь подрезал видео, поэтому меньше будет. Сейчас он выключится, проведем рукой. Вот, выключилось. Рукой проводим. Он включается. Объект увидел, загорелся. Также еще хочу добавить, что на одних аккумуляторах данная лампа проработает в течение трех месяцев при постоянном взаимоконтакте, как говорится, в течение целого дня и пару раз ночью. Если ставить таймер на 15 секунд. Если ставить таймер на более чем 4 минуты и максималку 5, то, естественно, данная лампа проработает в течение месяца. Поэтому довольно интересный гаджет, как я считаю. Вот повернули, датчик нас увидел. А если мы активируем, то она уже не погаснет. Хорошая задумка, что сделали по отдельности. Сам пульт, штекер и светодиодная лента. Ленту можно купить как хоть 4 метра, а также можно и наращивать. Интересная задумка китайцами. Поэтому ссылка будет на данный товар под видео в описании. Если кому-то не хватало где-то света вместе с датчиком, в том же самом гараже, например, у вас нету там просто электросетей во многих гаражах в наше время, старых еще подсоветских. Поэтому вот эта вещь вообще будет обалденная для какой-то подсветки. Или в погребе, или еще где-либо. Или даже на балконе. Вещь крутая. Вышли, не надо заморачиваться, покурили на балконе и ушли, она сама и погасла. Ну, применений куча. Здесь уже каждый сам видит все по-своему. Все, ребят, если видео понравилось, поставьте пальчик вверху, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете о данной технологии, или как ее назвать, о данном гаджете. И всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok